Тимоша, Ульяна, Дима, Алена, Иван Павлович. Каждый со своим характером, а утром еще и с настроением. К каждому нужно найти подход, ласковые слова и сделать все, чтобы малыши знали. Здесь их любят, здесь им рады. Легко, когда в группе такое многоголосье. Сейчас уже да, говорит Юлия Пентина, воспитатель с 15-летним стажем. В арсенале знания и опыт, а за годы работы несколько замечательных выпусков детей. Я скажу по последнему выпуску. Они у нас сейчас уже во втором классе. И когда они встречают, обнимают и бегут и говорят, мы ходим обратно в детский сад. Возьмите нас к себе. Ну и конечно родители, когда ты видишь счастливые родители, особенно спасибо, когда говорят, да. За это стоит, за улыбки детей, ну за все, за отношения. За отношения, в котором есть понимание, воспитатель – профессия непростая. Мало любить детей, нужно уметь брать на себя ответственность за их безопасность, развитие, обучение, воспитание. У каждого из этих мальчиков и девочек в детском саду есть свое любимое занятие. Играть игрушками, красками. Осень, чем не повод для творчества, рисует вместе со своей любимой Юлей. Пока так детвора называют воспитательницу. И куклой Катей. Картины юных художников красуются здесь же, в ожидании зрителей. В группе у ровесников – свои занятия. Мячики волшебные, цветные, скорее, кто не видит. Утро – самое лучшее время, говорит воспитатель второй младшей группы Юлия Климова. Самые теплые слова и объятия бывают именно утром. Для малышей воспитатели словно вторые мамы. А взрослые признаются, что без детей уже и не представляют своей жизни. Ну в нашей профессии есть плюсы и минусы. Минусы – это то, что своей семье времени очень мало достается. На своих детей не хватает времени. А плюсы – это то, что дети нас заставляют двигаться вперед, не сидеть на месте. Что-то ищешь, что новое для них, вместе с ними развиваешься. И их улыбки, и счастливые глаза – это для нас тоже счастье. Вот Данил сегодня даже, Юлечка, я так тебя люблю. Приходи ко мне в гости. Вот только скажешь, что кто-нибудь в гости, они все тебя в гости зовут. Признаются в любви. Любя. Она занимается еще с нами. Она со мной занимается. И ее дгуляй со мной. С ребятками. Как и родители, воспитатели для детей играют очень огромную роль в жизни. То есть, что научил делать воспитатель, как он показал это дело. Ребенок всегда берет пример не только с родителей, но и с педагогов. Не важно, это воспитатель, музыкальный руководитель, либо там инструктор по физ. воспитанию. Я считаю, что воспитателю очень много дают дети. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.